Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами коллеги, потому что мы будем говорить о темах, которые нас всех одинаково интересуют, нас всех одинаково волнуют. Прежде всего, это традиционная наша проблема, вопрос, который мы здесь обсуждаем в рамках мастер-классов. Это история медиа-успехов наших выпускников, история того, как строится жизненный путь, творческий путь, как достигаются высота за высотой, что вообще видят сегодня проблемного, интересного, нестандартного и неординарного наши гости в происходящих вокруг процессах. Но у нас есть еще один интересный повод, информационный, непосредственно повод сегодняшней встречи. Это презентация новой книги с очень таким, мне кажется, теплым и с только надежд селяющим названием, теперь все изменится. И вот автор этой книги и наш сегодняшний гость, наш сегодняшний мастер, который будет отвечать на все те проблемы и вопросы, о которых я говорил, Анна Русс, которую под ваш аплодисмент я приглашаю на эту сцену. Я вам предоставляю слово, готовьте вопросы, сессия вопросов-ответов будет сразу, как вы посчитаете нужным, ее открыть. Пожалуйста. Здравствуйте. Я, честно говоря, очень удивлена была, что мне предложили провести презентацию в таком формате. Потому что вообще мне всегда казалось, что презентация книжки – это когда читается то, что в ней написано, и вот презентация. Как, наверное, в принципе, любого другого творческого продукта. Но поскольку у нас с вами такой формат, что я должна про эту книжку просто рассказать, чтобы вы просто про нее узнали, я вам просто расскажу о себе, потому что она является некой трансляцией моего, может быть, мировоззрения. Это стихи. Про них рассказать сложно. Очень часто задают вопросы. Про что ваши стихи? Мои стихи про то, как мы здесь с вами живем. И ничего, по сути дела, другого там нет. Кроме какого-то переосмысления, какого-то взгляда где-то изнутри, где-то извне. И разница между тем, что я говорю, и тем, что вам каждый день приходит в голову, это то, что я стараюсь подвести некий итог и сформулировать что-то. Это книжка. Вторая моя книжка. Первая вышла в 2006 году. И с тех пор все эти, получается, что 11 лет, готовилась вторая. Постоянно ко мне обращались из разных издательств и говорили, «Аня, давайте выпустим вашу вторую книжку». Я говорила, давайте. Ее собирали, редактор показывал мне, что он там собрал. Мне обычно не нравилось. Я обычно сводила все это на нет. То есть книга не выходила в течение 11 лет просто потому, что не встретился мне тот человек, который бы собрал все самые стихи в том самом порядке. А происходило это в основном потому, что в 2007-11 году я в основном занималась, ну и занималась, конечно, разным, но известна была за поэтический перформанс. Это когда поэт читает свои стихи так, чтобы было интересно его слушать. То есть чаще всего это заключается в том, что поэт стоит на сцене и, в общем, лицедействует. И поэтому все, кто думали о том, что нужно выпустить мою книгу, выбирали самые провокационные, самые такие злободневные, самые ядовитые тексты, максимально раскрывающие тот образ, который я создавала на сцене. А это был образ такой, как сказать правильно, бунтующей, короче, такой девочки в короткой юбочке, который, в общем, как людям нравится все время, чтобы была симпатичная и злобная. И все стихи, которые они выбирали, это были стихи симпатичной, злобной, привлекательной самки. Все редакторы, они как бы пытались собрать нечто подобное. То есть если где-то я позволяла себе какое-то отклонение от нормативной лексики, они немедленно брали этот стих, ставили его на первую страницу, и я говорила мне спасибо. Вы меня, господа, говорил, я не так трактуете. И поэтому книга не выходила. Вот. Это вот издательство выпускает, начало поэтическую серию, в которой, в общем, выходят стихи женщин-поэтов, девочек, там, не знаю, как. Так, скажем, условно, поэтов женского пола, которые рекомендованы поэтам Веры Полосковой, которые, соответственно, тоже девочкой. И мне кажется, я, по-моему, чуть ли не второй автор. То есть это совсем новая серия. Было, в общем, довольно лестно в ней оказаться. И что было самым приятным, это то, что редактор книги совершенно не ставил себе целью сделать коммерческий проект, явить миру звезду российского слэма. Тем более, что со времен 2011 года, когда я последний раз выигрывала российский слэм, прошло уже довольно много лет, и это все как-то уже утряслось, они уже забыли про то. Ну, то есть, в общем, может быть, такое стечение обстоятельств. Вот. В принципе, тут как бы для того, чтобы наша встреча была интересна, это наш с вами совместный квест, как в компьютерной игре. Если задать правильный вопрос, может получиться, что будет интересно. Поэтому сразу вам могу сказать, чего спрашивать не нужно. Не нужно спрашивать, какое у меня любимое стихотворение в этой книге, потому что вы, скорее всего, получите очень короткий ответ. Вот. Такое-то. Не стоит спрашивать у меня, где я черпаю вдохновение, потому что это такой мем называется, какой вопрос не нужно задавать поэту. Вот. То есть, потому что во всех интервью, которые пытаются взять у поэта, обычно его спрашивают, где вы черпаете вдохновение. Ну, это тоже, в общем-то, довольно короткий ответ. Везде. Вряд ли у поэта есть какое-то место, куда он ни в коем случае не лезет за вдохновением. То есть, типа, там такая дверь, что, типа, вот, вдохновения здесь нет. Даже если бы такая дверь была, я могу отвечать просто с гарантией, что поэты бы туда полезли. За ними может там находиться религия, политические взгляды, какое-то социальное положение, сексуальные предпочтения. Они все равно туда полезут, даже если, в общем, там какая-то табуированная тема. Вот, в принципе, наверное, что еще вам сказать? Если вам интересно будет что-то спросить, спросите то, что вам на самом деле интересно, то, что это вам лично интересно было бы узнать. Вот, и тогда у нас получится довольно правильная беседа, которая нас к чему-то... Спасибо. У нас вот есть первый вопрос в зале уже, пожалуйста. Анна, добрый день. Кристина, меня зовут. Вот вы сказали, что наша встреча — это такой совместный квест. И как раз родился вопрос по поводу квестов. Вот, насколько я помню, вы писали сценарий для нескольких квестов, выйти из комнаты, да? Вот можете уточнить, сколько их было, насколько вам был интересен этот опыт, какой, считаете, может быть самым успешным, и планируете ли продолжать деятельность в этом направлении, в рамках написания сценариев для квестов? Спасибо. Сколько их было, я сказать не могу, было довольно много. В Казани «Выйти из комнаты» открыло много квест-коммент. Примерно половина сценариев всех, которые когда-либо были открыты, мои. Из тех, которые сейчас работают, даже, я бы сказала, большая часть, мои. Ну, это, с одной стороны, повод для гордости, потому что по этим же сценариям сейчас пооткрывались квесты по всей Европе и США, и компания «Выйти из комнаты» стала... Ну, была признана по мнению посетивших квестов. Там получила некий приз зрительских симпатий, по мнению какого-то, в общем, портала. То есть мы как бы лучшие в Штатах, при том, что мы вроде как здесь. Это лестно, но это не главное. Это очень любопытно. Вообще любопытно делать так, что ты придумываешь загадки, а люди их отгадывают. Но сейчас я немножко ухожу в сторону иммерсивного театра. То есть это непосредственно к придумыванию головоломки, того, как спрятать код, или куда девать ключ, или что-то подобное. Туда, к чему мне с самого начала хотелось. То есть мне с самого начала хотелось, чтобы квесты были как интерактивные спектакли. И вот я сейчас примерно в ту сторону удаляюсь. И да, это по-прежнему интересно. Вот по поводу спектакля вопрос. Это вы имеете в виду тот проект, на который вы собираете стихи современных поэтов? Или это другой проект? Это совсем другой проект. Тот, на который я собираю... Я собираю не стихи современных поэтов, да. Это, кстати, забавная штука, потому что, когда я собирала актеров для участия в поэтическом спектакле, отозвалось довольно большое количество молодых людей, пишущих стихи, которые думали, что я собираю стихи. Так сказать, в общем, не сильно-то меня это порадовало. Видимо, думают они, что не найду я в других местах стихи, если они мне их не пришлют. Но я, в общем, поскольку знакома с текущим, скажем так, литературным процессом, стихи я с божьей помощью нашла. А с актерами было немножко сложнее. В итоге в основном в этом спектакле заняты будущие профессиональные актеры, студенты театрального вуза. Я очень надеюсь, что если у нас все получится, то у нас получится дать начало некой новой школе актерского мастерства, то есть школа актерского прочтения и поэтического текста. В данный момент, насколько я знаю, в России вообще не существует такого направления, и студентов учат читать стихи так же, как их учат читать любой текст драматический. И, мало того, и будущих режиссеров учат относиться к поэтическому тексту как к материалу для последующей постановки, инсценировки, а это не так. И, в общем, у меня там есть соответствующий манифест о том, как правильно читать стихи, как с ними нужно обращаться, в каком случае они являются материалом драматическим, а в каком нет. Вот, если интересно. А можно уточнить, это будет какой-то разовый спектакль? На какой базе будет действовать? Или это будет как новый театр, вот как вы сказали? Когда можно ждать выхода? Как будет называться спектакль? Как получится. Как получится, если честно, не знаю. Потому что процесс медленный, потому что в нем занято много актеров, и у каждого из них свой, по сути дела, мини-спектакль по определенному поэтическому тексту. Но я надеюсь, что мы успеем его сделать в этом году или в начале следующего года. И я надеюсь, что он будет не разовый, я надеюсь, что он войдет в программу «Угла», в котором постоянно какие-то очень интересные спектакли, читки, вообще всякие работы. Называться будет «Один на луне» и будет посвящаться, в общем-то, ну, будет про одинокого человека, про одиночество и про его плюсы и минусы. Ну, это так звучит довольно, ну, как это черство, но я надеюсь, что из этого получится что-то, ну, по крайней мере, что-то нестандартное. Вот. Да, еще раз здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько стихотворений вошло в книгу и как проходила работа? Я не считала. Работа проходила следующим образом. Я дала редактору все эти тексты, которые мной были написаны за определенный период времени, ну, собственно, начиная с... ну, то есть после того момента, как вышла первая книга. и мы вместе, ну, то есть как бы редактор, постоянно со мной советуясь, показывал вот этот текст будет за этим, этот текст будет за этим. Вот мы их расставляем вот таким вот образом. Я выбираю такие. То есть я пометила те, которые мне особенно сильно нравились, в общем-то практически все они в книгу и вошли. Вот, то есть мы просто как... Ну, как, что это можно сказать? Просто вот так вот расставляли, как некую сетку, одно за другим, и вот получилось. Если так, вот я услышал, что случайным образом, да, фактически вот собиралась, да, книга, то есть не так, что вы целевым образом вот отдали какой-то набор произведений, они туда были включены, вот название, как рождалось. То есть можно исходить из другого, вот некая мысль, которую хочется вынести на обложку, и дальше под нее подбирается, подбирается внутреннее содержание. Но это в журналистике часто, Илья Николаевич, бывает, что мы тексты пишем под заголовок. Да, вот такой хороший заголовок, прямо так чешется, да, его вынести уже на пол, но еще не знаешь, что там написать. Можно сразу, прямо быка за рога, можно чуть-чуть издалека. Я как филолог, конечно, издалека начну. Во-первых, меня очень вдохновляла идея того, что в 2012 году произойдет конец света, и я даже не уверена до сих пор, что он не произошел. И до 2012 года у меня был некий свод текстов, посвященный тому, что что-нибудь у нас произойдет все непременнейшее. И это половина ответа. Вторая половина – это то, что в книге поэтической обычно название выбирается, какая-то строчка или словосочетание из какого-либо стихотворения. Редактору, который книгу собирал, показалось, что интересно было бы назвать его. Я предложила несколько вариантов. Он решил, что теперь все изменится, это лучший вариант. Звучит довольно оптимистично. На самом деле это название стихотворения, ну, одного из стихотворений, а вариантов конца света, которое у меня было. Стихотворение было написано после того, как в Казани сгорел бар-лепрекон. И во время, и после пожара люди, которые находились в это время в баре, на улице внезапно образовали что-то, ну, на тот момент для меня уникальное. То есть какая-то была невероятная взаимопомощь, невероятное вдохновение. То есть когда люди понимали, что ситуация экстремальная, почему-то они вдруг перед лицом опасности и перед лицом смерти они все сплотились, стояли и в небо смотрели. И стихотворение вот оно как раз про это. Про то, что... Ну, условно говоря, вот про то, что надо в небо поглядывать для того, чтобы все было хорошо. Оно про то, что у мира кончилась гарантия. А поскольку гарантия кончилась, то нужно теперь быть... Нужно теперь по-другому относиться ко всему, что нас окружает. Гарантия кончилась, и теперь все изменится. То есть теперь каждый человек должен за себя отвечать. То есть, не знаю уж, может быть, в названии это, конечно, оптимистично звучит, и подписывать книжки очень удобно. Теперь все изменится. Пишешь в лучшую сторону, с любовью, Анна Рус. Но стихотворение, конечно... Ну, и нельзя назвать пессимистичным, оно... Это как бы некий вызов. То есть как хотите, так и относитесь к этому. Хотите, в хорошую сторону вас изменится. Хотите, в плохую. Будете смотреть в небо. Одно получится, не будет. Что-то другое. У меня больше вариант оптимистичный. Нравится, на самом деле. Ефимовна, у вас вопрос, пожалуйста. Да, у меня такой вопрос. Сейчас очень многие пишущие и поэты и прозаики филологи. С одной стороны, нынешняя филология достигла такого уровня, когда мы знаем, как, словом говоря, делаются тексты. Вспомним название Маяковского, как делать стихи. С другой стороны, для творчества, мне кажется, нужен непосредственный такой взгляд на жизнь, и знание филологии здесь может мешать. Ваше образование филологическое первое и второе в литературном институте, они упрощают или усложняют вашу жизнь как поэта? Жизнь поэта вообще очень сложна. Про это Андерсон очень хорошо написал в «Калошах счастья». Про то, что, не знаю, читали вы произведение это или нет, но могли пропустить. То есть не самое почему-то популярное произведение у Андерсона. Там поэт, то есть не поэт, там человек очень хотел быть поэтом, надевает «Калоша счастья», и у него открывается некое дополнительное видение, он начинает мир видеть совершенно по-другому. И, как сказать, жизнь поэта упростить невозможно. Если ее попытаться чем-то упростить, он ее себе усложнит, потому что это необходимо. Тут, скорее, важно, помогает ли мне это стихи писать или мешает. Помогает, конечно. Есть, конечно, такие природные гении, которым нет необходимости иметь какой-либо литературный бэкграунд. То есть ничего они не читали, а пишут они почему-то очень вдохновенно, круто вообще читать, потрясающе. Таких очень мало. Практически все мои знакомые поэты это очень образованные в литературном плане люди. Они очень много чего прочитали, прежде чем начали или писать, или начали каким-то образом не скрывать то, что они написали сами. И тут очень просто все может быть. Ты не читал, прошелся по чьему-то сюжету, думаешь, что гениально это сделал, опа, оно уже было. Или думаешь, вот как я там срифмовал удачно, а до тебя уже так рифмовали. Ты не в курсе? Ну вот, будь в курсе. То есть это, конечно, способствует, безусловно. Но как-то так получилось, что только одна часть моего филологического образования сыграла мне на руку. Та, которая была связана с литературой ведения, та, которая была связана с лингвистикой. Я тут не могу сказать наверняка. Это же куда-то в подкорку заходит, да, и где-то вот оттуда потом время от времени что-то делает. Ну, то есть я пока этого не осознала, и это скорее внезапно иногда обнаруживаю, что какой-то, в общем, замечательный студент, замечательный, потому что замечаю я, что он это сделал, например, написал по мне курсовую. Я читаю, думаю, да ладно, да, серьезно, очень может быть, я просто этого не знала, но это же не бывает, чтобы знал поэн. То есть он написал текст, а что там, как этот текст, из чего состоит, и про что он, и вообще вот это все, ему уже решать он как бы права не имеет. Если он хочет иметь право решать, то он должен этот текст никому не показывать, он будет сидеть и решать. А если текст где-то напечатан, он принадлежит тем, кто его трактует как захочет. Поэтому вот такой вот витьеватый ответ, да, очень-очень может быть, что со всех сторон филологическое образование на меня повлияло. Да. Еще один такой немножко музыкальный вопрос, потому что я вас как-то созерцала, как вы исполняли песни Земфира на одном из циферблате, ну давно это было. Вот сейчас такая трендовая рэп-культура. Интересно ваше отношение, как вы относитесь к рэпу, относитесь ли вы к рэпу, как, так скажем, к составной части современной поэзии, или вы в таком ракурсе не воспринимаете рэп-культуру? Я очень много про это думаю все время, и я боюсь, что если я начну отвечать на ваш вопрос развернуто, это займет очень много времени. Я могу сказать, что, наверное, как и любой другой вид искусства, а рэп-поэзия как поэзия, это в любом случае вид искусства, еще и пограничный жанр с музыкой, с каким-то там актингом, бывает очень плохо, а бывает запредельно хорошо. Например, вчера ко мне зашел друг и говорит, давай Горгород послушаем. Давай, говорю, послушаем. Грубили колонки, послушали, и я, слушая, в общем, этот, как это, я не знаю, рэп-оперу Оксимирона, я понимала, что я нахожусь на высшей точке удовольствия, которое можно получать от поэтического текста. То есть это было практически какая-то физическая нега от того, как этот негодяй это все умеет делать. Надо сказать, что до того, как вообще вот это, ну, то есть до того, как это стало трендом еще очень давно, как я, собственно, эти перформансы-то эти выигрывала? Все считали, что я рэп читаю. Это, конечно, был не рэп. Я просто это делала быстро, ритмично и рифмовала по тому же принципу, по которому сейчас, в общем, модно рифмовать. И меня само как бы к этому когда-то относили. Но я могу сказать, что я понимаю, что я так не могу. Я, в принципе, наверное, могу в любом, ну, как это сказать-то? То есть все, что связано со стихами, вот как угодно, это не тексты для песен, могут быть тексты там для мюзикла, это могут быть рекламные тексты, это может быть слоган, ну, вот все, что вот связано с тем, чтобы зарифмовать, хорошо получилось, я все могу. А рэп я не могу. Несмотря на то, что весь инструментарий у меня есть необходимый. Потому что для того, чтобы писать качественный рэп, нужно иметь какое-то отклонение в голове. Не такое, которое у меня есть, какое-то другое. И я смотрю, что они делают, некоторые, и восхищение мое просто не знает пределов. Мне кажется, это обязательно нужно изучать на филфаке и нужно обязательно тянуть в сторону литературы. Иначе литературе крах, иначе поэзия наступит просто у нее темные времена. Потому что если противопоставлять поэзию рэп-культуре, то получится, что весь поэтический инструментарий туда ушел. Вы, филологи, понимаете, о чем я говорю? Что то, что раньше могло восхитить в поэтическом тексте, теперь является атрибутами текста, который, ну вот баттла, условно говоря, который сегодня актуален, там типа поднялся хайп, все почитали, всем очень нравится, там миллионы просмотров, через некоторое количество времени никто про это не помнит. А поэзия, она как бы позиционирует себя, как нечто для вечности. Вот я написала стихотворение, я издал книжку, и вот я часть вечности. А рэп-исполнители, они себя почему-то так не позиционируют. И надо обязательно, чтобы они себя так позиционировали, иначе от поэзии останутся одни верлибры. Потому что любая попытка вот это вот лихо как бы многоуровнево срифмовать, ну как бы все, это тоже все, атрибутика рэп-культура. Или, например, четкий размер. Ты что, рэп читаешь? Да, это поэт? Ты что вот это делаешь? И все. И надо сказать, что в Европе и в Штатах похоже, что так оно и произошло. То есть и рифма, и ритмичность вот этого, условно говоря, вот этого сила ботоника, они все, они ушли в рекламу, вот в эти батлы, вот это все, что угодно. И поэт, который пишет в рифму, например, на английском языке, его просто не уважают, считают, что это как бы более низкий жанр. И поскольку, я не знаю, языков в таком количестве, я не знаю, есть ли что-то, что может сравниться с русской, с русскоязычной рифмой, мне кажется, нет. Нам надо за это держаться. Нам надо срочно русскую рифму спасать и все, что есть в рэп-культуре, немедленно назначить литературой. Я сложно, да, объяснила. Вот скажите, вот вам понятно, о чем я? Лично. Друзья, если в зале есть вопросы, пожалуйста, подавайте сигналы, потому что есть возможность сейчас напрямую задать его автору. Пожалуйста, не забываем представляться. Здравствуйте, меня зовут Алена, и у меня скорее не вопрос, а просьба. Вот вы говорите, что вы читаете в неком стиле своем, в таком, как такой женщины, которая борется, может быть, за свое право, за свою жизнь, за свою независимость. Можете прочитать что-то для нас? Я думаю, что нам будет это интересно послушать, да? Я еще... Знаете, я еще очень хорошо готовлю. И, честно говоря, если бы вы меня попросили сделать это сейчас, я бы сделала это с большим удовольствием, потому что для того, чтобы я сделала то, что вы просите, мне нужно встать, снять с себя микрофон и покуролесить. А я сейчас не могу это сделать, даже не знаю, как же мне это сделать, сидя, чтобы это было хорошо. Фух. Ну, я не уверена, что я останусь на уровне высоколитературного языка сейчас. Понимаете? Если девка вдруг достала не мила для молодца, если так его достала, что убег из-под венца, и она от удурения стала голову терять, надо это стихотворение ей почаще повторять. Ну, да ты не вспоминаешь про меня, про меня, да на кого меня ты променял, променял, да, на кого, на кого меня ты выменял, что вымене тебе ее подение, ног не вымене, да я тебя, хвороба, не люблю, не люблю, да я тебя, Циклопы услеплю, осыплю, на счастье порублю И загоню, порублю, ах ты, сука, 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 ненавижу Не прощу, видишь, у меня базука, видишь, я верчу Прощу, пив, пап, прямо в локонок, падая столоп И не такие хахали из-за меня, поахали Семь, пять, окурва, мать, офиг ли вам меня поймать Они такие сопли, из-за меня И сохли Если это стихотворение Девке мало помогло, надо милому В варенье всыпать битое стекло Что-то робкое еще Так, вопросы в зале Это было великолепно, на самом деле Такой мощный от вас зарядок А представьте себе, если я еще стою и могу прыгать Даже могу научить То есть, кстати, это получается у вас некое такое, я не знаю, настрой Вам нужны определенные свободные руки, пространство Для того, чтобы сходу вот так вот Что-то такое симпровизирует Это я сейчас говорю очень примитивно, понятным языком Но, тем не менее, условия, которых вы творите Творю что? Непотребствовать Для того, чтобы писать стихи Нужно куда-нибудь идти Или себя чем-нибудь поливать Обычно у меня так получается А что касается того, как потом их читать Ну вот если вот стихи как бы располагают к тому, чтобы их читать таким образом То нужно сцена и зал А поэтический слэм К него требуются как бы некоторые необходимые составляющие А именно, во-первых, должна быть сцена Во-вторых, эта сцена должна находиться в месте, где продаются спиртные напитки Вот То есть это просто жанр То есть нельзя читать слэм в месте, где не продаются спиртные напитки Зал должен быть разогрет То есть это такая форма лицедейства Которая очень далека от салонной поэзии И поэтому в Казани с жанром слэма что-то не очень все хорошо Хотя я честно надеюсь Что-нибудь по этому поводу предпринять Потому что обидно, что Вот мне, например, наслало, да, вот по поводу этого поэтического спектакля Куча молодых девчонок прислали мне свои стихи Хорошие, ну как, вполне достойные того, чтобы поучаствовать в слэме стихи Просто каждый раз, когда его проводят, все думают, ну ищут площадку И думают, а давайте в смене Давайте в смене Среди книжечек Расставили стульчики Зрители сели Поэт вышел И вот такой вот прочитал Естественно, зрители не способны это воспринимать в такой формальной обстановке Обстановка должна быть неформальной Такие вещи должны проходить в барах Вот, и поэтому отказание постоянно на финал в Красноярске Едет кто-то, кто этот финал выиграть не может Потому что зал же голосует табличками И едет тот, кто выигрывает А когда смена, там, книжечки Выигрывает кто-то, кого зал выбирает именно вот Из вот этого своего состояния То есть это же глубокие тексты Эти глубокие тексты не выиграют в Красноярске И не поедут в Париж, чтобы потом обыграть кучу иностранцев Вот, так что Это просто вообще разное Вот вообще разное Вот это вот и вот это Вот это вообще разное Кстати, у нас буквально недели две назад Здесь были участники очередного шоу Стендаперы, да? Вы, кстати, как? Вот смотрите ли какой-нибудь проект? Оцениваете? Там же тоже вроде как Такие дерзкие на язык Молодые люди обычно участвуют Ну вообще, мне кажется, что поэзия И вот этот жанр стендап Они примерно в одну сторону Они работают Стендап, на самом деле Я вам честно скажу Стендап, это не смешно Вот это вот желание похохотать Вызывает эффект узнавания То есть стендап рассчитан на то Что вы узнаете в том, что рассказывают себя Какие-то свои ощущения Какие-то эмоции Это тоже зачем люди Какие-нибудь сторисы листают Постоянно Для того, чтобы почувствовать свое родство С кем-то, кто это пишет И самый лучший стендап Он вызывает смех Именно потому, что он прям вот Это прям про меня И, ой, извините И со стихами то же самое Вот это же про меня Я же почувствовала Просто это гораздо сложнее И когда я была Когда я была, например Например, вот в Берлине был Удивительный был совершенно Слэм всемирный, вавилонский В котором не было важно На каком языке ты читаешь Тексты не переводились То есть это был чистый перформанс Я там заняла второе место Второе место после Австралики Которая читала по-английски И ее все поняли А меня нет То есть это как первое Для меня было, понимаете То есть как бы вот это было круто Но там многие читали по-английски И там было довольно много стендаперов А они позиционировали себя как поэты То есть То есть здесь тоже как-то Вот очень все граничит одно с другим Если это, условно говоря, свободный стих Если он, ну как бы Ну как сказать, ближе к... Какой правильно? Вы подскажите мне Я же забыла, давно училась Когда в тексте есть Какой-то герой, сюжет, обращение Это уже не совсем лирика получается Да, ну и эпическим жанром нельзя назвать Как называется лироэпика? Ну я знаю, что есть лироэпика Но это не лироэпика Это что-то другое Это какой-то... Это стендап Короче, это стендап, понимаете? То есть как только вы начинаете Вот отличная тема, смотрите Вот вы, например, молодой поэт Думаете, напишу-ка я стих Рифма, конечно, мне не нужна Я же продвинутый молодой поэт Вот, и я поэтому напишу Манифест такой, что вы Надо вот так То есть, а я вот здесь вот такой А вы не понимаете меня Потому что вы хотите быть как толпа А я иду впереди Я зову вас за собой Бросьте все Все эти свои предрассудки Айда, короче, что-то делось Это плохой стендап И как бы выход из рамок За пределы стихотворения У меня такие тоже есть Поэтому я в них Да, я их рифмую Потому что, чтобы никто не подумал Что я больше не поэт А вот в развлекалую пошла Интересная штука, да Вот совсем тот тоже пограничный жанр Как и рэв Спасибо Вопросы есть ли? Вы немножечко, кстати, опередили Даже предварили мой вопрос А по поводу советов Я хотела услышать Все-таки молодые Молодые, ранимые авторы Как правило, боятся Что их не примут Ну, на этой части На этой стадии у многих заканчивается Да, вот эта мечта Стать поэтом Публиковаться и так далее Что бы вы посоветовали? Я не знаю Может, это на ваше усмотрение От издательств, к которым можно обратиться Либо начинать с себя Пожалуйста Смотря, что хочет автор Он хочет хорошим поэтом стать Или чтобы им книжку издали? Все хотят, конечно же Чтобы их издавали Вот Если вы хотите, чтобы вам книжку издали Можно найти инвестора Например, родителей Или, например, вот ваш вуз Например, вы можете сказать Я у вас тут поэт на факультете Давайте издадим мне книжку И вам, может быть, ее издадут Есть, конечно, вариант Что вас издаст Хорошее издательство Но если это стихи То шансы очень невелики Потому что издательство Которое Вообще Влекует нонфикшн И при этом Это Ну вот такой вот вариант То есть Очень маловероятно Что они вас издадут У них полно поэтов Им есть кого издавать Знакомых поэтов Знакомых знакомых поэтов Тех, с кем они вчера Короче, на какое-то там Литературном мероприятии Выпили И теперь им неловко уже Не издать того С кем они вчера Так отлично пообщались Со стихами Мне кажется, здесь будет сложно Тут гораздо проще Если вы пишете Какую-то остросюжетную прозу Которую может принести Деньги издательству Ну это дорого Книги бумажные выпускать Вот Поэтому есть Способ более сложный Но при этом Более гарантирующий вам Издание книги Не за ваш счет Вам надо стать Хорошим поэтом И тогда это вторая часть Вопроса Как это сделать Для того, чтобы это сделать Надо больше читать И каким-то образом Сделать так Чтобы Ну в смысле Больше читать книжек И как-то сделать так Чтобы ваши тексты Почитало как можно Большее количество людей Которые в этом что-то понимают Сейчас для этого Есть все возможности Заводите себе бложек И всех туда зовете Я как это Я действительно У меня не получилось То есть У меня не самый популярный блог Я его довольно поздно завела Ладно поздно завела Я поздно обнаружила Что у меня Подписаться на него невозможно Восемь лет блог существовал Оказывается В это время на него Нельзя было подписаться Ну что у меня так Подписчиков-то мало Вот Ну то есть Как бы здесь все то же самое Понимаете Пишите стихи Делайте видео Выкладывайте их в инстаграм Эти видео Ждете, что все на вас Подпишутся Если это хорошие стихи Или вы их интересно читаете То рано или поздно У вас все получится Но Это конечно Это не значит Что Вы станете хорошим поэтом Но это значит Что вы станете популярным И придет издательство Какое-то И захочет на вас заработать Кажется Как-то так должно получиться Спасибо А учитывая Что все-таки В аудитории Не только будущие филологи Сидят Но и журналисты Вопрос еще Все-таки Опять же Из нашей сферы Вы информационные ленты Газеты Вообще читаете Вы находите Для себя Ставите цель Быть постоянно Ежедневно В курсе событий Мировых И российских Нет Нет, но я в курсе Потому что лента же умная Она же видит Что я не образованная И начинает меня пытаться Образовывать Подкидывает мне Какие-то разные новости Из-за разряда того Что в Татарстане Выдали зарплату телятами Или Что-то вот тому подобное Ну здесь приходится Что-то знать Но особенно Когда какие-то Серьезные события Происходят Чаще всего Когда что-нибудь взорвали Или кто-нибудь умер Или что-то там Прямо такое Душераздирающее Коллеги Есть ли вопросы У нас еще в зале Да, пожалуйста Вот есть У меня еще вот такой вопрос Недели две тому назад Или три уже К нам в Казань Заезжала По дороге из Иркутска В Москву Мария Тамара Но Чудакова И она неоднократно На разных встречах Высказывала такую мысль Что мы пропустили Очень важное событие В нашей стране Последние лет 20 Не просто поэтический бум А просто Замечательное Большое количество Потрясающих гениальных поэтов И Литература ведения Эту ситуацию Пропустила Собственно говоря То есть Прозаиков Хороших прозаиков Меньше Чем Действительно Талантливых гениальных поэтов Как вы вообще оцениваете Современную Поэтическую ситуацию В нашей стране Вы согласны? Да, мне кажется Мария Тамара Абсолютно права Но Почему это Мне кажется Произошло? Мне кажется Это произошло Потому что Стихи Стали доступнее Что теперь Нет необходимости Публиковаться В толстых журналах Или выступать На каких-то Больших площадках Для того Чтобы Занять какое-то Своё место В текущем Литературном процессе И О том Что поэтов Действительно Очень много И не только В Москве И в Питере Стало понятно Благодаря интернету Да И странно Что И филологи И Как я уже сказала Актёры Очень Не актёры А те педагоги Которые В общем Которые подбирают Материалы для них Странно Что как будто Они все застряли В 60-х И Современных поэтов Знают Что вот был Бродский И потом Какие-то дальше За Бродским Были И пигоны Вот А на самом деле Да И Когда я узнаю Что филологи Работают Над Ну в общем Над текстами поэтов Которые Пишут сейчас Или писали Там В конце Прослого века В начале этого Это очень похвально Что вообще Этим занимаются Ну и популяризировать Это конечно Хорошо бы Надо бы Среди студентов Филологических факультетов Журналистики тоже Просто потому Что никто Это за педагогов Не сделает Они сами Вряд ли Что-то подобное Найдут Не зная автора Его сложно найти В интернете Сложно наткнуться Если это не Опять же А там они наткнутся На Ахастахову И будут думать Что это и есть Современная поэзия А в чем вообще Может быть причина Такого качественного Взлета в поэзии Современной На ваш взгляд Вот почему Вот именно в последние Десятилетия Вот такой вот Именно качественный Всплеск в поэзии А мы не можем Быть уверены Что его раньше Не было Понимаете Раньше интернета Не было Может быть был Может быть Не знали Да Поэтов Все это время Могло быть Очень много Мы просто Про них не знаем Да Мне кажется Что Ну что даже Вот сейчас Постепенно Начинают вылезать Архивы И выясняется Что там 40 лет назад Какой-то потрясающий Поэт писал Вот Постят Потом другие Перепостили Вот так и узнали Тогда некому было Сделать Спасибо Коллеги Ну что Все довольны Кристина Еще вопрос Давайте завершающий Задаст Пожалуйста Немножко уже Возьмем вопрос Вот как вы оцениваете Процессы в современной Детской литературе И планируете ли Что-то продолжать делать В этой области Для детей Сложно спланировать Если пойдет То пойдет Стихи для детей Пишутся не потому Что надо их написать У меня например Не вышла детская книжка Именно потому Что мне сказали Аня Давайте вы напишите Еще 30 детских стихов И выйдет Ну а я не написала Потому что Ну не смогла Это же постепенно В современной Детской литературе Очень странно Все происходит Есть огромное количество Великолепных детских поэтов Которым Ну ниша Это занята Ниша занята Остером Там Успенским Да и господи Бартовым Михалков По-прежнему Они никуда оттуда Не делись Эти стихи вечные И Современным Детским поэтам Очень сложно Вообще куда-то пробиться Несмотря на то Что они очень хороши Просто не печатают Потому что Родители их не покупают Приходят в книжный магазин И выбирают что-то Они давно И хорошо знают Вот А что касается Детской прозы То наоборот Все стараются Выпустить нового автора Получить с ним договор Потому что Прозаическую детскую книжку Гораздо охотнее И родители покупают И Особенно с иллюстрациями Мне кажется Что в детской литературе Сейчас все просто Распрекрасно Другое дело Другое дело Как сделать так Чтобы дети Это все прочитали То есть в основном Эта литература Она для родителей И для московских детей Потому что у них Родители продвинуты Я как бы считаю Что было бы хорошо Если наши родители Там Казанские Других городов Поменьше Тоже стали продвинуты И начали это все Детям читать У нас еще вопрос есть Пожалуйста Меня зовут Ксения Хотела вас спросить По поводу тем На которые вы пишете Какие вам Особенно интересны Близки И почему Это Такой вопрос хороший Но сложный Потому что Ну это Это будет Странно звучать Ну то есть Я по сути дела Законспектирую Сейчас то Что я там Пишу И Не будет Хорошо Вот я допустим Скажу Меня Очень Интересуют Человеческие Пороки То есть Почему человек Не пороки Там людей Которые Не хотят Даже думать О том Порочные они Или нет Потому что У них совести нет А порочность Человека Которого Совести есть И который Прекрасно Понимает Что он Делает Что-то Не так Который Знает Верит В Бога Знает Что его Ждет Наказание И продолжает Делать Все Не так Мне Вот это Одна из Моих Близких Мне тем На которые У меня Довольно Много Написано Не Здорово Если бы Вы Пришли Послушать Потому что Вход Свободный Книжку Там Можно Приобрести И Станет Понятнее С кем Вы Все Это Время Разговаривали Потому что Я не знаю Не уверена Что Вы Мои Стихи Читали Не потому Что Я Там Потому что Просто Времени Не нашли С поэзией Вообще Часто Так Бывает Хочется Иногда Чтобы Сказали Объясните Мне Просто Про Что Вы Пишите Расскажите Краткое Содержание Вот Эти Все Метафоры Ваши Давайте Избавьте Меня Пожалуйста Так Часто Происходит Получается Вы Будете Читать Я Буду Читать Я Разговаривать Скорее Всего Не буду Буду Исключительно Читать Извините У меня Такой Вопрос Вот Я Услышала Ненормативную Лексику Вот Для Вас Она В стихотворениях Играет Какую Роль Это Как Сплеск Эмоций Или Может Кульминация Стихотворения Что Это Для Вас Это Средство Языка Обычное Если Есть Необходимость То Нужно Да Если Нужно Где-то Ну Скажем Так Мне Кажется Что В Тексте В Любом Тексте Даже Где Ощущение Что Лирического Героя Нету Как Такового Есть Только Сам Автор В нем Всегда Присутствует Лирический Герой И у Этого Лирического Героя Всегда Есть Какое-то Настроение Всегда Есть Какой-то Лексикон И У Меня Если Даже Мелькает Какая-то Сниженная Лексика То Очень Часто Бывает Что Она Не Выражает Никакую Очень Яркую Эмоцию Она Просто Присутствует Она Присутствует Потому Что Как Мне Кажется Мой Лирический Герой В этот Момент Ее Употребил То Есть Она Его Раскрывает Я Не Считаю Что Это Не Ну То Обидно Если Там Было Написано Содержит Кто Кто Купил Повелся Подумал Ну Сейчас Я Почитаю Ненормативочки А Там Ничего Нет Одно Единственное Слово Поэтому Они Не Написали Может На Суд Подать На Меня Или На Них Вот Я К тому Что Больно Уж Много Шухера Из-за Этого Понимаете Из-за Ненормативной Лексики Есть Проблемы У нас Посерьезней Чем Ненормативной Лексикой В Литературе На Сцене Там Где Угодно Просто Не Надо Перебарщивать Я Должна Сказать Что Молодые Начинающие Поэты Очень Часто Ее Используют Для Того Чтобы Почувствовать Родство С залом Особенно Слоем Поэта И Зал Реагирует Просто Как Я Услышал Слово Жопа Я Тебя Люблю Как Хорошо Что Ты осмелился Его Произнести Чего Происходит Вообще А просто Потому Что Запрещают А вот Он Смелый Произнес Не Надо Запрещать Мне Кажется Так Спасибо Спасибо Большое На это Я считаю Оптимистично Спасибо Вам Большое За то Что Пришли И Удачи Спасибо Спасибо Спасибо